ах надо по новой тогда начать ты прервал заставочку ты знаешь заставочку я конечно ты понимаешь что ты фотогеничнее меня но вот ну как ну как ничего ты делаешь ладно начнем по новой не жрать вот не жрать шурун маленький еще не говедины сша много всем привет с вами психопат джан и психопат кот вот сегодня мы продолжаем играть в грит фолк в грит фолк что ты делаешь и мы продолжаем играть выполнять различного рода квесты прошу серии мы дрались на аренке помогли аборигену вернуть брата и вообще наладить отношения с местами шоу ты такой вертлявок а что ты разыгрался вот вот пять секунд назад ты спал спокойно на пледе ну что ты что чтобы не так ладно иди все все не грозит пожалуйста мой сорт в софтбокс прошу тебя ты понял меня типа понял все ладно меня может грызть софтбокс не грызи отличие от софтбокс софтбокса я восстанавливаюсь поехали так у меня есть скилл регенерации у тебя наверно тоже есть скилл гир генерации самый крутой скилл регенерации у собак поэтому есть пословица что заживает как на собаке вот так что регенерация смысле а вы это не пробовали ну-ка паралич я те чувства разрешал выходить из паралича что сидеть паралича сидеть паралича сказал вообще фонарел я только вы блин вообще-то этот как называется бункер охраны вот только представь это все равно что на тебя нападут когда ты вышел из полицейского участка типа пришел полицейский участок пожаловаться что на себя нападает только сделал выше у тебя тебя с вода ну хотя да и бишь в россии живем чё эти что-то как так подожди секунду секунду подожди я хочу просто чат настроить чтоб я его читала то я могу пропустить не дай бог я пропущу чат ты же на говно и зайдешь просто на говно так куда идти то еще встретиться с главой сан матауса посетите малихори почему нет пошли встретимся с главой мальмов мохуяриса путешествие окей путешествие так путешествие смысле путешествие тут нету открытого мира по которым я могу побегать и все вот а ты даже открытый мир почему тут ничего нет доеду может никто не объяснить куда я иду и зачем дождь и стоит 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 да куда ты лезешь на неё первый театр ну ладно хотя бы сундук нашел так я нашел сундук это хорошо я хочу сюда спуститься можно лично спуститься можно теперь я хочу ёбнуться отсюда лично ёбнуться тоже можно так а теперь я хочу отсюда как-нибудь выйти так чтобы попасть на то куда мне надо это вообще possible это вообще дуй был possible иду что это это кстати мне нравится ягоды боярышник он кто посомневался что я найду ягоды бояшника это кстати прикольно то есть они реализовали опцию собирать траву в травку это хорошо это даже должен сказать прекрасно так хочу переместиться а типа такое перемещение собирать травки это хорошо это как бы дает тебе некоторую свободу что такое ощущение свободы так фиора состав группы часто пози а а как ты здесь оказался ядрить колотить несколько месяцев назад я завербовал стражу одного парня одаренного очень одаренного и честного те пиздят я слежу его успехами мне сказали что его паук расквартирован в что-то там я хочу познакомить вас и узнать твое мнение мое мнение о чем с тех пор как мы покинули сирены я почти все время был с тобой но мне было приказано заботиться и о безопасности константина а я не знаю кто его охраняет вернее почти не знаю понятно ты думаешь что этот новобранец подошел бы для его личность охраны именно и твое мнение очень важно ну что пойдешь с ним знакомиться ну давай пошли познакомимся фиора утвердить и выйти а у этого тоже квеста можно продолжить путешествие уровень загружен а это я понял я понял сакральный смысл то есть это как в этом драган эйджи драган эйджи когда ты переход какой-то делал между локациями у тебя открывался лагерь в котором ты мог попиздеть с этими они это взяли оттуда именно вот вот все я понял я понял я помню конечно на связи с космосом я помню что это чуть-чуть чете колбасит возьми грибочки сосновая смола а там чё такое там агрессивно настроены пацаны до стопудово агрессивно агрессивно настроены пацаны у ништяк я знал ни хрена себе агрессивно настроены пацаны а чего такие злые ну-ка в паралич ушел в паралич ушел рассказал и ты в паралич ушел смысле там курта уже расфигачили я так не играю не хрен на себе а моих уже вынесли и меня вынесли них и я не понял что-то юмора а чего они такие злые то один выстрел и сразу вынесли так дайте чё ребят вот с теми пацанами я не хочу драться ну и в пень вы вообще не я вообще-то саппорт я их буду станете смысле лисы стырить лиса лиса ты где она скрипт скриптована типа нового исчезает болен лесу не поймать я не хочу туда эти цены сорян ой там какой-то а я с этими дрался на арене я помню этих парней привет цены чё можно по-русски так ты в паралич тебя расстреливаем во они нормас вообще а их нормас общего лить ну-ка разе пауза зелья зелье брони теле ловкости а можно мне зелье маны какой-нибудь зелье магии привязать на троечку отлично отстань пожалуйста так чем бахнем у папа 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 мы стреляем не туда ты стреляешь не в ту сторону воюешь блин а ты молодец там раскидал уже всех развалить его когда он выйдет из того а почему я могу вот во время боя я могу лутать кусты и не могу лутать этих животных конце-то концов так я что-то вот это страх странная реализация то есть я могу оба лутать кусты не могу лутать трупы можете по это бак еще в принципе игра довольно свежая она как когда она вышла это число числа 10 или 11 у нас где-то там так подожди у меня вопрос а я по какому квесту сейчас идут общем старое государство новом мире дополнительное задание картография по следам профессора начинающий торговец вернуться с чемпион арены а давайте новобранца найдем почему почему хернется туда что-то я поперся куда-то куда не с теми пацанами я не хочу воевать вообще вообще на хер на хер надо они какие-то там группа стоят там она не стал блин еды из леса привет или койота то хрен пойми найди новобранца казармах до переместиться так новобранца в казармах переходные два часа окей типа два часа на у него немного так а я опять в лагере ну давай поговорить да и что ты хочешь вспомнить историю с джонасом как же так вот я такое же дарованный морю моя семья тоже отдала меня нафта я ничего не знаю своих родственников хотя и предпочитаю предполагаю что они известные люди из содружества когда я появился на свет торговцев были непростые отношения с нафтами меня могли отдать чтобы вернуть долг или установить перемирие я постоянно думаю о своем происхождении хочу знать кто я и откуда при должном усердии я бы мог дослужиться и до командующего флота мы тогда но поскольку меня списали на берег надежд на повышение осталось мало и вы хотите чтобы я помог вам добыть эти сведения верно запись обо всех моряках на острове хранятся в разных портах мое досье портовом управлении новой сирены там должна быть указана моя фамилия если я туда пойду меня сразу заметит кажется сейчас не самое подходящее время поговорим об этом когда вы разберетесь что-нибудь еще а это типа а это типу а это типу я понял я понял а путь а у меня в лагере еще торгаш есть ничего себе огонь о ништяк это прям ништяк да 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 если он тратить этого не огня куда так меткость нужно блин а а шмота нормально у тебя нету мне бы реально что-нибудь не помешало синенькая а вот и жерелье можно восстановление магии 15 она лучше моего магические паралич длительность это хорошая штука до плащ броня равновесие харизма плюс на это просто цвет меняется она не никак не отличие разницы никакой продажа так кольцо проповедника это мое которое я надето до ржавый стилет давай продавать и нахер на нужно давай эту ведь эти какой-нибудь херню из этого продали типа одну оставим так на всякий случай на случай трудных переговоров так шляпа продать а у меня есть старый ядре этим я еще тут появилась новые шмотки огонь мне бы синенькую конечно одежду на него одежда ли за лесоруба ну нормас так так у меня кстати скоро перевес будет давай продадим все равно не носим какая нахрен разница туника охотника друшлат матроса опять друшлат матроса камзол стражи туда же ау я еще и ношу его до нахрен не дубль так хорошо разгребли перчатки доктора продать перчатки священника нахрен а старые четки сирены щитки матроса перчатки ювелира ремесло ну ладно эти пока оставлю мало ли мало ли восстановление маги нахер короче у меня другой есть теперь так плащик окей хорошо ты смотри мы немножко обмазались так это нет шляпка есть у нас это есть есть но от ними на не надеть невыносливость нужно типа тест кодексы всякие разным погиб исполнил задачи курт пошли проверим его куда куда идти а типа я все время в одну сторону продолжить путешествие нет это полезно ваша резиденция вам как участнику дипломатической миссии предоставлено жилье в городах всех государств вашем доме есть мастерская и личный сундук также расквартирован расквартирован а ваши спутники в доме можно отдохнуть или переместиться в другое место прикольно 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 так и куда а я все вижу все вижу все знаю все и накурить и не 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 спали ли все не спали 5 3 спой лари спой лари читерские проходы смысле сначала надо потребоваться типа я смогу туда только если у меня будет уровень энергичности хрена себе это кстати прикольно мне по мне это нравится ну типа это логично он не изначально в офигенно крутой а только если прокачается казармы капитан солдаты чего изволите а представьте звание должность когда я перекоса серебряный голубой полк 8 батальон милор 7 голубой полк состоит из тех кто служит торговому содружеству я один из них восьмой и еще два наших батальона отправились на тир фраде хотите узнать что нибудь еще я ищу солдаты по имени райнер он в казарме первым слышал это имя капитан не знаю такого капитан странно я уверен что его отправили сюда возможно куда-то перевели когда ты последний раз слышал о нем в сирене как раз перед отпытием но это было несколько месяцев назад разрешите обратиться квартир места должен знать где он так точно капитан у него есть журнал где указано название каждого одного бронца серебряно-голубом полку уходе в начале чё ну а обязанности ваши обязанности поддерживаем порядок в городе милорд хотите дальше ничего пройти солдат пам-пам-пам-пам-пам-пам пам-пам пам-пам-пам а чё не вдруг со мной заговорились Ну, здоров. Где Рейнер? Рейнер? Прости, Курт. Я думал, тебе сказали. О чем? Он захлебнулся. И его нашли в Галлани за позавчера. Ядрить. Мне сказали, что он был пьяный и упал в воду. Соболезную, Курт. В увольнении молодые сады часто пьют сверх меры. Бред какой-то. Этот парень не из тех, кто пьянствует. Это был парень не из тех. Люди меняются. Вдали от дома им заняться-то больше нечем. Все равно не верю. Ну, тогда сходи в морг и поговори с врачом. Поговори с ним. Может, я что-то неправильно понял. Эти доктора даже простые вещи называют сложными словами. Хорошая идея. Узнаем все из первых рук. Ты чертовски прав. Что-нибудь еще? Да и... Иди в жопу. Мне он не нравится. Мне кажется, что я его убью когда-нибудь. Не, у меня... На самом деле, я думаю от обо всех. С кем встречаюсь. Но... Вот здесь мне точно кажется, что я его убью. Почему каждый раз, когда я сюда прихожу, кто-нибудь стоит раком где-нибудь, а? Что... Почему эта игра любит так всех ставить на колени? Ну, а, даже у меня гости. Че могу вам помочь? Рецептика выписать, больничный? Че с Райнером? Вы его родственники или друзья? Можно так и сказать. Я завербовал этого парня. Понятно. Что ж, задавайте свои вопросы. Чего у тебя за чурба на голове? Позавчера она на утром принесли тело. А его смерти, расскажи. Я знаю только то, что рассказали ребята, которые принесли тело. Они сказали, что провели вечер в таверне. Пили целые часы напролет. Ужасная привычка всех солдат. Может быть. Тем не менее, в тот вечер он пил. В какой-то момент вышел на улицу и не вернулся. Падут уже товарищи нашли его труп в гавани. Принесли мне. Как он умер? От чего, точнее, умер? Утонул. Жаль его. Совсем молодой был. Ряд ли он мог так умереть. Он был пьяницей и... Он не был пьяницей и не умел плавать. Я лишь консортирую факты. Мне очень жаль. Ну, давайте тело осмотрим. Нет, не стоит. Ваш дук выглядит не лучшим образом. Я солдат, доктор. Мне люди разрывали части. Или что-то вроде. Сожалею, капитан, но это невозможно. Настоять. Я бы забыл представиться Десарде, эмиссар торгового содружества на Тир Фраде. Это звание дает мне право осмотреть любую казарму и все, что в ней находится. Так что я настаиваю. Понятно. Тысяча извинений, милорд. Я не знал вас. И подавляю бесцеремонно. Сейчас все покажу. Тело лежит в середине. Смотрите его, если хотите, так, пожалуйста, будьте аккуратны. А с чего он вдруг противиться-то начал, а? Мне кажется, он тоже здесь замешан. Что ни хрена он не утоп. В смысле, тело лежит в середине. В смысле, я могу что-то с него взять? Органы, что ли? Бедный мальчик. Судя по лицу, ему было больно. Это твой новобранец? Да, это ранен. Надо было оставить его семьей в безопасности. Мы должны осмотреть тело. Ты не против? Он не первый, кого я вижу мертвым. Приступай. Я не врач, но этот мальчик совсем не похож на утопленника. Похоже, его избили. Подозрительно. Уверяю тебя, этот мальчик никогда бы не напился до такого состояния, чтобы упасть с причала. Я верю тебе, Курт, но если мы хотим доказать это, нужно найти больше улик. Найти доказательства лжи. Ладно. Ищу доказательства лжи. Тело... Предварительные статы вскрытия. Тело маловодового мужчины не старше 20 лет. По всему телу имеются гелатомы. Некоторые из них свежие. Кости и предплечья сломаны. На руках ссадины. Сломано несколько ребер. Череп проломлен, что, по-видимому, и послужило причиной смерти. Опа. Охрен ли этот врачуга пиздел? Ща мы... Ща мы доктору-то пизделей вставим. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Простите, доктор, вам придется объясниться. Мальчик умер... Нет, это утопление. Забеверяю вас. Это и есть причина его смерти. Тонатология сложная наука. Я... Вы явно не доктор. Показать ему запись. Да, но вы-то доктор. Узнаете свои записи? Ваш почеркну трудно разобрать, но слова утопления здесь нет. Какое... Дебео. Надо было их сжечь. Простите меня, клянусь, до этого я никогда не писал фальшивых отчетов. Но в этот раз у меня не было выбора. Почему? Что вы имеете в виду? Те двое, что принесли труп, кажется, лейтенанты, сказали, что мальчик утонул. Я сразу же понял, что это ложь, но решил промолчать. Я начал осмотр, чтобы, как обычно, составить отчет для квартирмейстера. Внезапно, те двое вернулись. Они велели мне молчать о том, что я выяснил, и говорить всем, что новобранец утонул, а не то будет плохо. Кто это был? Не знаю. В казармах я их раньше не видел. Их звание я угадал по форме. Какому балкону они принадлежат? Никакому. Должно быть, специально сняли знаки отличия. Причина смерти определенно стала то, что мальчика жестко... жестко избили. Мне не хочется повторить его судьбу. Спокойтесь, доктор. Молос не выдань. Охренеть, блин! В смысле? Это военный, мать его, врач. Которого можно запугать, серьезно? А че, не обратиться там к вышестоящему начальству с этой херней? Нет, блин, надо подставлять свою жопу и всем вокруг пиздеть. Типа, а, все нормально, утонул. Там, а у нее голова отрезана, блин. Вообще, блин, охренеть. Добрый день, мило. Поговорите спец. У нас проблема, Манфред. Райнер не захлебнулся. Врач написал фальшивый отчет, он сказал, что ему угрожали. Ты шутишь? Кому сдалась эта воронья морда? Неким лейтенантом, которых он не знал. Без знаков отличия. В каком пауку состоял Райнер? Хочу поговорить с его командиром. Дай-ка посмотрю в журнале. Память у меня уже не к черту. Ржавый меч мне в сердце. Запись о нем вся перечеркана. Узнаю, знать бы, что за сволочь это сделала. А, типа, еще и... Да, действительно, кому так не угодил этот придурок. Сначала Райнер состоял в шестом или одиннадцатом батальоне, но потом его куда-то перевели. Куда? Куда-то? Уж ты-то должен знать, как распределяют новобранцев. Если бы, этот парень не первый, кто внезапно получил новое назначение. На все вопросы мне отвечали, что он новобранцев, перели в другой полк и что это не мое дело. Происходит что-то странное, мне это совсем не нравится. Давай выясним, в каком батальоне он состоял до этого таинственного, нового назначения. Что-нибудь еще? Да нет, ты какой-то бесполезный чувак. Начальник стражи, блин. Да-да. Ну и меня сейчас опять нападут, да? Это, по-моему, самое опасное место здесь. А-а-а, подожди. Пойди. Погоди. Мне сказали поговорить с... Лейтенантом. Вот. Сюда нам. Это наверх. Ни хрена себе. А потом уже в таверну. Нахрена не носить сюда. Деда там. Ты какой вообще? Восьмой, одиннадцатый. Так, ну здорово. Добрый день, лейтенант. Милорд. Чего изволите? А-а-а. В каком батальоне служите? В шестом, Милорд. Что-нибудь еще? А-а-а. Какая задача вам порочна? В шестом батальоне занимается разведкой и расширением колонии торгового сону же ста на строя. О. В основном действуем на неисследовательной территории, которую удержат островитяне. Не беспокойтесь, мы строго соблюдаем указания и распоряжения стружества. Всеми силами избегаем стокновений. Что-нибудь еще? Мы расследуем смерть раннера, молодого новобранца. Вы знаете что-нибудь об этом? Простите, Милорд, я ничего не знаю об этом человеке. Ни о смерти, ни о чём. Очень жаль. Понятно. Возможно, кто-то из них может нам пиздеть. Что за бардак у них тут творится? Лейтенант. Милорд. Чем я могу вам помочь? А-а-а, представьте, пожалуйста. В восьмом, Милорд. В смысле, в восьмом, Милорд. Что значит в восьмом, Милорд? Представилась, блин. Я в восьмом. В смысле, ты знакомишься с девушкой на улице, говоришь, что плыться все, пожалуйста. Она такая, в шестом. В смысле. Ну, в третьем. В смысле, в третьем? Так, ну, третий размер груди, ну чё ты. Главное, такая, в восьмом. Хе-хе-хе-хе. Ну, чё ты. В восьмом батальону поручено обеспечивать безопасность города и дворца. Это большая ответственность. Лично я занимаюсь подготовкой и распределением новобранцев. Их у нас немало. Волшебный тир Фради привлекает молодёжь. Скучать им не приходится, потому что в нашем деле без подготовки никуда. Милорд. Ну и Райнер. В общем, о Райнере мне расскажи чё-нибудь. Нет, извините, милорд. Это имя не незнакомо, а я горжусь тем, что знаю всех новобранцев в своём батальоне поимённо. Да и, например, клички отсутствовавших не было. 25%? А почему 25% всего? Послушайте, я уверен, что вы привязаны к ребятам, которых обучаете. Вас не пугает, что кто-то из ваших мог убить новобранцев, если это как-то несчастный случай? Правду говори, коза. Я правда не считаю, что я знаю об этом, кроме слухов. У нас неодобрительно относятся к тем, кто откровенничает, особенно с чужаками. Что происходит с стражей, касается только стражей. Я знаю, но я один из вас. Конечно. Я могу сказать только вам, что Райнер не первый, кто исчез. У нас постоянно забирают самых многообещающих новобранцев. Я не знаю, куда они деваются и что им поручают, но к нам они уже не возвращаются. Вот и всё, что я могу сказать. До свидания. 25% сработало. Но, блин, почему мне 25%-то только... Давай отжимайся. Не халявь. Я за тобой слежу. Пузяу отрастил. Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Это что такое? Поговорить с лейтенантом 11-го нижний этаж. Ядрить, я забанался по этажам шарахаться. Ядрить, вы можете как-нибудь упростить квесты? Они слишком нудные и длинные. Понимаете, квест должен быть интересным. Интересно, чтобы его можно было спокойно проходить. Чтобы мне не хотелось там вливать при виде его. Так, а куда идти? Ага. Я понял. Привет, офицер. Милорд. Чем могу помочь вам? Представиться. Из 11-го, Милорд. Что-нибудь еще? Как тут дела? 11-го, Талёна поручена охранять дороги и заставаяся дружественно на этом острове. Я занимаюсь подготовкой новобранцев и составляю расписание дежурств. Что-нибудь еще? Райнер. Короче, рассказываю про Райнера. Простите, Милорд, я не могу ответить на этот вопрос. Почему? Дело в том, что... Я первый раз слышу это имя. Простите, капитан. Мне кажется, ты пиздишь. Спасибо, лейтенант. До свидания. Что-то он как-то пиздит. Он замялся. Он пиздит. Он замялся, и он пиздит. Вот, вот, что я знаю. Я знаю, что он пиздит. Он не тем, кем кажется. Он не тем, кем кажется, и... Я неправильно составляю предложение. Все именно так. Все именно так. А, может, его отпиздили на арене? Мать, ты что здесь встала? Говори. О... О Райнере. Говори о Райнере. Райнер, говорить. Говорить, Райнер. Извиняйте, ко мне с водой толпами ходят. Ну, и моряки иногда. Кто тут наобранится, кто нет, мне как-то все равно. Главное, чтобы платили. Поговори лучше с кем-нибудь из них. Выбор у вас большой. Так, мне уже сказали, что... Я уже уговорил эту мать-то уже, что все. Ну, привет. Милорд, кажется, я видел вас во дворце. У вас зоркий глаз? Отличная память. И я всех красивых телочек прилечаю. Ха-ха-ха. Чем могу помочь? Райнер. Короче, говори мне о Райнере. В смысле не из твоих? Но, может быть, вы слышали, как кто-то о нем упоминал. Он умер в дворце? Нет, мы не знаем, где это произошло, но тело нашли не там. Итак. Простите, ничего не припоминаю. Совсем ничего. А вот с ней вообще и у харизмы ничего нету. Настоять. Может быть, вы слышали разговор о его тело нашли в гавани? Нам сообщили, что он утонул, но на самом деле его избили до смерти. Убили. Мы хотим знать, что случилось. Понимаю. Стража не должна составлять убийц безнаказанными. Увы. Я все равно не могу ничем помочь. Я впервые слышу об этом. Ну и коза. О, ты, Жрун. Привет, лейтенант. Милорд. Вы же советник и навестник у Нитоклю. Именно. Десарда. Эмиссар. Приношу свое извинение. Я не хотел вас оскорбить. Зателись булочкой. Чем я могу помочь? О Райнере. Нам нужны свидетели о Райнере, короче. Райнер? Извините, это имя мне не знакомо. Он, наверное, в другом батальоне. Давай курту дадим. Вы в этом уверены? Это важно. Так точно, капитан. Это ваш родственник? Я его завербовал. Вы наверняка меня поймете. Мальчика убили и бросили в гавани. Я хочу найти тех, кто это сделал. Я слышал о парне, которого выловили в порту. Мы патрулируем этот район. Мои люди сказали, что это был несчастный случай, а я привык им доверять. Вы уверены, что его убили? Абсолютно убили. Уверен. Его убили. Какой кошмар. Мне об этом не говорили. Жаль. Все равно спасибо. До свидания, лейтенант. Что-то там женщину колбасит. А, они все равно помечаются. Ну, это и осталось. Добрый день, милорд. Десард, эмиссар Содружества на Тирфраде. Капитан Курт. Ох, я прошу прощения. Не знал, капитан. Извините. К вашим услугам, капитан Милорд. Представься. А, слушай, рядовой 2-го класса Алирик, 11-й батальон, серебряный головой полк. К вашим услугам. Что-нибудь еще? О себе расскажи. Судя по всему-то, вы тут еще не освоились. Недавно прибыли? А, я... Что, так заметно? Это нормально для новобранса. Нет, 4 месяца назад... Но сначала мы долго на корабле плыли. Не знаю, считается ли это. Мое обучение началось уже в новой сирене. Говорят, у меня получается. Нравится здесь? Конечно. Я сразу вступил, чтобы сюда попасть, чтобы с континента подальше. Ну, вы понимаете? Понимаю. Что-нибудь еще? Вы знаете новобранца по имени Райнер? Райнер? Я... Понимаете, милорд... Мальчик узнал нас и пришел в ужас. Пока он в таком состоянии, мы от него ничего не добьемся. Предложи ему бутылку, чтобы успокоился. Это все, солдат, спасибо. Спасибо, милорд. Понятно, я сейчас буду бухло поспаивать пацанят, блин. Ну и что-нибудь. Да, купить бутылку. Пошли бухай! Зеленый. К вашим услугам, капитан... Лорд. А, Райнере. Возьмите, вы выглядите уставшим и нервным. Стаканчик пойдет вам на пользу. Думайте, я не знаю, можно ли мне... Ты выше увольнения, почему бы и не выпить в таверне? Эй! Да, но это же ваша бутылка, не уверен, могу ли я... Пей, я разрешаю. А теперь расскажите нам, что вы знаете о Райнере? Я не служил с ним, ну, вернее, только мельком и видел. Он уходил из 11 батальона, когда я от Дабра шел. Все говорили, что он способный, сильный и послушный. А потом бац, лейтенанту принесли записку, что он разозлился. Очень сильно разозлился. А потом Райнер просто исчез. Больше мы его не видели. Мы спросили, куда его отправили, но лейтенант не ответил. Сказал, не наше это дело. Но вам-то он не сможет отказать. Предложите ему тоже выпить. Где нам искать вашего лейтенанта? В казарму. Спасибо. Будьте осторожны на улице. Не хотелось бы, чтобы вы упали с причала. Это все, солдат. Спасибо. Спасибо, милорд. Я никак не могу понять, будет английская озвучка даже. А почему в английской озвученной, если он его набухал, почему он все равно разговаривает как трезвый? Типа, с какого рожна он вдруг ко мне начал лояльнее относиться, если я просто дал ему бутылку подержать? Он же набухался, именно. Где, куда идти? А, вон, все вижу. Я же говорил, что ты пиздюк. Приветствую, офицер. Милорд. Что я могу для вас сделать? Повторить. С мальчиком случилось что-то ужасное. Вы точно ничего об этом не знаете? Давай на чистоту. Мы знаем, что ранее состоял в вашем батальоне. А раз ты лейтенант инструктор, он был под твоим командованием. Лучше говори правду. Мы и так потеряли много времени. Вы знаете поговорку, что происходит в страже? Касается только стражи. И если ты не догадался, перед тобой стоит капитан. Знаю, но тут история опасная, капитан. Если у вас остались хоть капли уважения по бигшему, рассказывайте. Вы же не считаете, что правосудие не должно постраживать? Конечно. Но вы даже не представляете, что здесь происходит. Если станет известно, что я проболтался. Приходите после заката, когда будет поменьше народу. Хорошо. До встречи. Что-нибудь еще? Я могу просто подождать? Меня кажется, я кого-то буду все-таки пиздить. Вот по-моему, его буду пиздить. А я могу просто подождать, нет? Б. О, я научился сменять оружие быстро. Хорошо. Это карта, поручение. О, я что-то бахну. Торговец оружие. Симпатия. Монетная стража. Симпатия. Огонь. Кто-то мне симпатизирует, помимо торгового представительства. О. Тап. Заклинание оборудования зелья. А я не могу просто подождать-то, ядрить. А, слушай, подожди, а тут можно уже где-то подождать? Это же все-таки казармы. Здесь должен быть где-то огонь. Я так понимаю, что огонь это место, где можно подождать. Подожди, где... Так, сундук. Так, взлом, как всегда. Привет. А ты что тут такой грустный сидишь? Эй, да ты что? Да не расстраивайся. Все хорошо будет. Убьют в первом бою. Привет, пацаны. Пацаны, а где здесь можно отдохнуть? Костер-то где? Где тут у вас пища что-нибудь? Нажимайтесь! Молцы! Ты считай. А это что такое? А, это сральник. Я писть все хотел. Писть хочу. А можно мне огонь уже, нет? Здесь нельзя. Блин, а чем вот этот огонь не огонь, а? Шо это? Золотые монеты на шо, прикинь? Пацаны, а вы можете проходы не загораживать? Ну так, ради прикола чисто. Так, а может вниз спуститься? Так, там трупы. Здесь ничего нет, да? А, здесь тюряга местная. Местная тюряга! О, это больше похоже на спальник. А я могу... А, это, наверное, спальник офицеров. Типа тут все нормально, так ковры есть. Ржачельник тоже есть. А я не могу здесь вот... Да, почему? Хорошо провести время? В смысле? Хотите хорошо провести время? Уйти. Ха-ха-ха-ха. Хидрите. А вы кто? Арена Монетной Стражи? А-а-а. А-а-а. А вот тут все связано у вас тут все. Закат. Давай закат. Хрен ли. Арена Монетная Стража, прикинь. Я с Таверны входил, а тут можно еще с этого... С самой Стражи заходить. И, кстати, с самой Стражей, по-корее всего, бесплатно. Ах, нет, все равно, приятно, мужик все равно стоял. Все равно стоял, мужик! Платно. Платно стоял, мужик. А, это, подожди, это есть Таверна. Я в Таверну пришел в ядре, и тут все... Как тут все интересно. Погнали! Уже вечереет. Я не думаю, что там надо было ночью ждать. Ну, блин, а костер чуть далеко, а просто подождать нельзя. Ну, или можно, или я просто... Что-то тут, по-моему, народу больше стало, нет? Да, давай поранее. Я уверен, что ты не можешь помочь нам. Что-то, что-то плохое, что произошло в ядре. Давайте быть perfectly straight. И, как активист... То есть, вы знаете, что я не знаю. Я знаю. Если у вас так много, как он... Да. Рейна был под моим командом и подавал надежду, но вы это и так знаете. Продолжай. Однажды утром мне принесли записку, где говорилось, что он покинет мой батальон, потому что получил новое назначение. Я был в такой ярости, что провел собственное расследование, чтобы узнать, куда его отправили. Это было нелегко. Я ни от кого не мог добиться ответа. Казалось, никто ничего не знает. Скоро стало ясно, что Райнер был не единственным, кто исчез. Как оказалось, много новобранцев, причем самых лучших, получили новое назначение. И, наконец, я узнал, что их перевели в тайный полк. Что это еще за чушь? Что за тайный полк? Какое это секретное элитное произведение, которое обучают по специальной программе. Где его искать? Понятия имею. Мне пришлось прекратить свое расследование, а становилось опасно. Я чувствовал, что за мной следят. Этот полк пойдет на что угодно, чтобы сохранить свои секреты. Если хотите узнать что-то еще, спросите офицера-инструктора 6-го батальона. Говорят, что он выполнял вместе с ними одно из боевых заданий. Вы точно больше ничего не знаете об этом подразительном тайном полке? Я сказал все, что знал, мирот, хотя рисковал погибнуть. Как крайне... Простите офицера 6-го батальона, если вам нужны подробности. А меня больше не трогайте. Что-нибудь еще? Спасибо, лейтенант. А я не понял только одного. А зачем надо было повторять диалог, то есть, типа, приходите ночью, и диалог опять мы наехали на него. На ядричь. Типа, недостаточно освежить в памяти, типа, наезд, вдруг передумает. Баги, баги, баги. Опа. Добрый день, лейтенант. Милорд. Чего вы сборите. Расскажите мне о тайном полке. О чем? Понятия не имею, что вы имеете в виду, милорд. Лейтенант, мы обознаем, что этот полк действует очень подозрительно. Обман, угрозы, фальсификации, возможно, даже убийства. Такими методами пользуются бандитские шайки, а не честная монетная стража. Может, вы были к этому причастны? Нет, нет, я здесь ни при чем. Тогда расскажите все, что вы знаете об этом полке. Я видел этих парней. Даже однажды сражался с ними бок о бок. Приказ к выступлению нам отдали в последнюю минуту. Нам сказали убрать полковые знаки отличия, и жалование выдали в обход квартирмейстера. И, конечно, рассказывать про это бой нам запретили. Надеюсь, вы понимаете, как я сейчас рискую. Конечно, мы все понимаем, что это был за бой. Нападение. Точечный удар по каравану Мостового Альянса. Чудесно. Полк, который при нем не лучше бандитов и льва. Да, мы все нарушили кодекс чести. В полк берут только молодых новобранцев, причем самых лучших. Обучение у них очень тяжелое, и Райнер наверняка не единственный, кто из-за него умер. Они живут в лагере за городом. Там же их мурштруют. Правда, я не знаю, где точно он находится. Простите, капитан. Спасибо, лейтенант. Меня тошнит от всей этой истории, бедный Райнер. Не только стоило... Не стоило мне тащить его в армию. Соболезную, Курт. Ты здесь ни при чем. Эти подонки из тайного полка заплатят за все, что... Уж поверь мне. Ты же понимаешь, что в этом как-то замешан и ваш генерал. Такие махинации невозможно было проводить без его согласия. Скорее всего, он знает существование этого полка и одобряет все, что они делают. Не зря же говорят, что рыба гниет с головы. Что ты собираешься делать? Найду лагерь этого полка. У меня есть друзья, которые могут помочь. И когда я узнаю, где сидят эти мерзавцы, я выскажу им все, что о них думаю. Если пойдешь со мной, нас двоих хватит, чтобы заставить их заплатить по счетам. Дай мне знать, когда найдешь их лагерь. Обязательно. Вот такие вот дела. Мы все расследовали. Мы молодцы. Типа тайный полк надо вынести теперь. Выносим тайный полк. Выносим тайный полк. Так. Дополнительное задание. Задание. Подождите. Дополнительное задание. Задание Курта я хочу выполнить. Выполнить... Выполнение основного задания. А-а-а. А где основные задания? Утраченное. Подвержить вас как помочь. Чемпионы арены. Начинающий торговец. А где основные задания-то? Встретиться с главой Сан Матеуса и спросить о Малихоре. Это типа основное задание, да? Битва красных копий. Добраться до деревни? А, до деревни как раз это вот то, что я пытался сделать. И мне... Меня отпиздили. Так. Окей. Хорошо. Надо сюда выйти. Где здесь выход? Так, мать, не мешай, пожалуйста. Дай мне, пожалуйста, дверь выйти. Спасибо. Так, не ту дверь. Это не та дверь, которую мы ищем. Допусти меня! Что ж ты такой толстый? И застрел, что ли? И застрел. Толстопер! Так, где тут лестница? Замуровали демоны! Ты... А где лестница-то? Здесь... Как золотишко нашли? Привет, чувак. И дрить, спальня! Не то. Не то! Спальня, это не те дроиды, которые мы ищем. Да хватит преграждать мне дорогу-то, зараза. Ядрить! Куда я пришел? Сюда можно упасть лицом куда-нибудь? Я не знаю как, но я сюда... Здесь... Да, вы же. О, прикольно. Я на причал пришел. Может какая-то секретная зона? Сейчас что-нибудь найдем. Обсидиан гопнули. Гопнули обсидиан. Не, квесты, конечно, затянутые, но тут много опций оказывается. Прям много. Так, подожди. Карта. У нас в этом городе все? Больше нам ничего здесь не надо? Что тут? Встретиться с... Уланом вас ждем. Встретиться с главой. Ну, вон, пошли сюда. Погнали! 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 Гнали! Гнали! Восточные ворота. Привет, парень! Пока, парень! Кораблики! Давайте что-нибудь подожжем. Я юный пиромант. Ту-ту-ту-ту. Я юный пиромант. Хрю-хрю-хрю-хрю. Пам-пам-пам. Парам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ой, ядрить. Животные. Животные носятся, как у себя дома, ты прикинь. Я тут, понимаешь ли, венец человечества. Что тут? Добраться до деревни. Встретиться с главой. А он мне аж сюда. Мне аж сюда. Так, подожди, я ему должен предложить свою помощь. Стой. Поговорить. Так, давай я... Задеться этим сейчас же. А, теперь я должен его с собой взять. Ну ладно, давай сего рукопа это уберем. Типа с ним отправится... Лагерь. О, да, это исходим. О, давайте замочим их. Хрен, мне до уровня немножко. Ну что они такие нерасторопные-то ленивцы, что ли, местные? Пам-пам-пам-пам. Вы замочили уже, нет? Давайте, давайте живее. Шкура, желчь. Острый клык. Я почти левел апнул. Блин, мне начнёт один монстр. Один монстр бы и всё. Куда? Где деревня? Так, где найти-то еды? Везде камни. Сюда? Не сюда? Сюда ли мне? Янх, на... А-а-а... Типа, а-а-а... Вы обнаружили место для лагеря, и оно появилось на карте. С помощью меню перехода можно быстро переместиться как в нужный лагерь, так и из него к другим объектам. Здесь можно выбирать спутников и менять им снаряжение. Здесь находятся ваш личный стендург и мастерская. Здесь можно отдыхать и дождачься нужного времени суток. А-а-а... То есть отдыхать может только у костров. Нахрена? Понятно. Всё с вами ясно? Круглый наплечник. Шкура 2. Первый уровень ремесла. Броня 10 равновесия. 8 броня. Броня 6. Давай я просто... Изогнутый 4. Знаешь что, я не хочу использовать лучший. Я использую такой стальной наплечник. Просто тупо, чтобы он стал лучше, а потом найти нормальную броню и лучше уже туда засовывать. Талисман. Энергичность плюс 1. А, без разницы, да? Чехол с цомком. Чехол для флаконоидов. Наука. А, вот, смотри! Здесь оно прям даёт бонусы. Бонусы. Наука. Энергичность. Энергичность. Слушай, взлом хорошая штука. Взлом. Это прям нужно. Броня равновесия. Броня равновесия. Без разницы, да? Ну, вот, давай вот этот. Подожди. А, у меня же ещё можно, наверное, напихать. Перчатки у меня пустые, да? Ноги пустые. А, в талисманы что-то засунуть нельзя. Окей, ладно. Ладно, как кажется, что-то ещё есть. А, алтарь навыков. Серьёзно, что это такое? Что за алтарь навыков? А, слушай, это полезно. Алтарь навыков, это прям хорошо. Это прям прекрасно. Я теперь могу навыки спамить, да? Ну, типа, находишь алтарь, тебе всё хорошо. Навыки. Так это полезно. Подожди, один. А почему я не могу? У меня же был один навык. У меня был один навык. Я специально засейфил. Получил ещё один, должно быть два. С херами у меня один. О, 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 подожди, мандрагоры. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Паралич! На 16 секунд паралич-то, а? Тень не хухры-мухры. Замочите этого парня. У меня мана кончилась. Е-е-е-е, 18. Восьмой уровень. Так. Шкурки, шкурки. Опа. Труп чей-то. Чей-то труп. Не знаю, хорошо это или плохо, но чей-то труп. Так, что у нас тут есть? О, два. Отлично. Щит просветлённого. Почему нельзя? Почему нельзя это прокачать? Оставшиеся очки. А, я прокачал уже его. Всё, я помню. Не забываю. Так. Равновесие плюс 30. Выработка ярости плюс 5. Хорошо. Я понял. Я прокачал его. Он уже нечет. Задупил. Ну ладно. Ладно, ладно, ладно. А, кстати, подожди. Коль я его прокачал. Заклинание. Щит. Засайнить на 4. Ну-ка. О, баф. Ништяк. У меня теперь есть бафы. Так, а куда? Я же переместился. По квесту. Нет? По квесту? Рассмотреть контору. Ладно, пошли контору рассматривать тогда. Точнее, не осматривать. Сейчас телепортанемся. И, наверное, сегодня не хватит. Мы уже играем. Часик. Часик играем. И это хорошо. Плохо то, что тут не совсем свободное перемещение. То есть прыгать нельзя. Ничего нельзя. И боевка, наверное, не очень интересно. Возможно просто маленький левел, и поэтому мне не очень интересно драться так. Он просто пуляет без разбору, а и все. 12 часов. 12 часов заняло это все счастье. Так, а я хотя бы продолжить. Мне насрать здесь. Подожди, стой. Может, не очень появилось. Шляпки. Не, все зеленое. Все зеленое. Отсюда хороший обзор. Портовое управление хорошо охраняется. И снаружи, и внутри. Через главный вход мы не пройдем. Должен быть другой способ. Он всегда есть. Вы можете переодеться нафтом и пройти через черный ход. Но в здании вас могут узнать. Придется избегать встреч, что поможет одно зелье. Хороший вариант, но у меня есть другая идея. Как обезопасить моих товарищей? У портового управления есть некое соглашение с дитером из борделя. Каждый вечер он присылает им девушек. Ты предложишь мне тело? Может, посыпать что-нибудь в вино, чтобы вон заснули? Правильный метод. Уверяю вас, принюхиваться он не будет. Это нужно где-то взять снотворное, а потом приготовить с лейтенантом. Окей. Что ж, на этом мы, пожалуй, сегодня закончим. Продолжим. Завтра пятница? Да, завтра продолжим. Поэтому подключайся опять на стрим в 9 часов, комментируй, ставь лайки и все вот в этом духе. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего настроения и удачной игры. Пока-пока. Продолжим.